Приветствую вас, я полагаю, что в том, как вы, значит, формируете свой вопрос, как вы его вставите, и есть одна из проблем. Дело в том, что страх побаривать, то есть подавлять силы, не то чтобы бесполезно, скорее очень деструктивно и вредно. Страх не побаривают, страх раскрывают. Раскрывают, что лежит в основе страха, чего вы боитесь, если здесь какая-то мистическая угроза, или здесь кроется запрет на что-то, на какие-то желания, которые мы подавляем, понимаете? То есть вы, даже вы считаете, что страх это что-то плохое. То есть вот даже задавая вопрос психологу, вы говорите, как побороть страх, как будто он что-то неестественное и ненормальное. Ну ведь всё, что находится в нас, всё это служит какой-то цели. Всё это есть функция, иначе бы этого не было. Поэтому если вы боитесь, значит что-то вам угрожает. Если нет прямой угрозы для жизни, то скорее всего угрожает вам именно неудовлетворённость. Ваша собственная неудовлетворённость, которая, значит, живёт вместе с вами, да, и которая мешает вам, значит, чувствовать себя комфортно, чувствовать себя гармонично, чувствовать себя удовлетворённо и так далее. Я предлагаю вам аналогию, да, я предлагаю вам аналогию. Вы знаете, что всем людям, я уверен, и вам тоже снятся кошмары. Когда человек просыпается, значит, в этот момент ему страшно, он боится, вот. Ему тяжело, может быть, ему неприятно, может быть, ну и так далее. Вот. То есть история здесь, она... Пока. Вот. Значит. Откуда... Берутся банные... Сны. Сны. Ну, банные сновидения. Берутся. Откуда берутся. Данные сновидения берутся, как правило, из желаний, которые мы себе запрестили. Сны, это наше желание. И когда человеку снится кошмар, это означает, что человек чего-то хочет, он себе запрещает. И таким образом работает кошмар. То же самое касается и страха. Это так называемый кошмар на иву. Кошмар на иву, где вы запрещаете себе то, что хотите по той или иной причине. Причи... Причи... Вот. Вот. Это... То, что я могу вам... А... Сказать. Соответственно... Раскрытие ваших желаний. Снятие запретов. Вот. Позволит вам не побороть, а освободиться от страха. Но освободиться, конечно же, не полностью. А освободиться ровно настолько, ровно настолько, что вы чувствовали себя комфортно. Чтобы вам он страх не мешал. Не мешал что-либо делать. Не мешал с чем-либо взаимодействовать. И так далее. Я надеюсь, что этот момент вам понятно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Понимаю, что достаточно мало... Значит, вам ответил. Но тем не менее, ситуация такова, что вы свой вопрос задали очень коротко. И информации о вас совсем чуть-чуть. А общая информация, она именно такая. Вообще... Знаете, мне кажется, что... Ну, довольно... Довольно... Как бы так... Довольно странно, что... Сказалось бы, такую серьезную проблему, да? Проблема... Страха... Вызывает у вас... Столь... Мало... Желания написать... Попробнее, что вы ограничились всего лишь одной... Стразой. Всего лишь тремя словами. Это странно. Потому что, если у вас желания работать над проблемой нет... То мы вам... Скорее всего, не поможем. На этом все. Я надеюсь, что... Мой ответ был вам полезен. Если у вас... Остались... Дополнительные вопросы. Вы можете... Задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего... Самого доброго. И удачи.